13.06 в Кирове. Меня зовут Светлана Занько. Это действительно программа «Особое мнение». И свое особое мнение сегодня высказывает директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Зис Агаев. Здравствуйте. Зис Альич, есть вопрос на сайте к вам адресованный. А я напоминаю, что на сайте хакеров.ру всегда накануне мы выкладываем анонс особого мнения. Вы можете видеть, кто к нам приходит в гости на следующий день и задать свои вопросы. Сергей Т. пишет вам, как вы оцениваете последнюю прямую линию президента? Как считаете, удастся сменить ему свою точку опоры? Я только что увидела этот вопрос, не смогу даже прокомментировать, но, может быть, вы поняли, о чем речь идет. Ну, в первой части ясно. Как вы оцените последнюю прямую линию президента? Насчет точки опоры, в любопытности. Я не на все вопросы услышал, которые хотелось бы получить ответ, особенно, что касается внутренней политики развития страны. Мне очень импонирует, я поддерживаю политику страны внешнюю. Что касается внутренней политики, экономического развития, ни темпы, ни принятые решения, ни состав тех, кто определяет и управляет, меня не устраивает полностью. Вот, поэтому, в связи с этим, значит, хочу сказать, что, если речь идет о точке опоры, понятно, что каждый понимает свое, когда говорит о точке опоры. Для меня точка опоры — это люди, которые, собственно говоря, меняют, предпринимают какие-то усилия и меняют те или иные векторы, направляют страну в то или иное направление, придают то или иное ускорение. На сегодняшний день не считаю, что президент нашел эти точки опоры. То есть, пока еще, до тех пор, пока во главе правительства страны стоит слабый председатель правительства, а именно Медведев, я думаю, что сильных темпов, как бы ускорение мы, или очень быстрого улучшения ситуации во внутренней политиковой экономике сложно ожидать. — Но мы не менее понимаем, что Дмитрий Медведев как раз для Владимира Владимировича является одной из точек опоры. Может быть, он не устраивает вас как глава правительства, но Владимир Владимирович многократно давал понять, что как раз Дмитрий Анатольевич для него лично точка опоры. — Ну, смотрите, значит, те, кто в школе проходил физику, или изучал, да, слово «проходил» мы как бы, я не знаю… — Проходил скорее эту… — Да, значит, есть такое… — Мы теперь обращаемся к тем, кто изучал, да? — Да, ну, на обыденном языке мы можем сказать такое, что, и это стало уже афоризмом неким, да, опираться можно только на то, что сопротивляется. То есть, в данном случае Медведев — это иллюзия точки опоры. — Хорошо. Переходим к следующему вопросу, он такой ваш, ваш совсем, потому что, сколько себя помню, мы с вами очень часто в особых мнениях говорили об этом, вернее, вы об этом упоминали, о том, что вы входили в состав самого первого экономического совета при губернаторе. — Ну, не самого первого, он же еще и при Сергеенкове был. — При нынешнем губернаторе, при Никите Юрьевиче Беларе. И вот уже, и вот сейчас следующая попытка организовать очередной, можно уже сказать, что очередной общественный совет, сообщили об этом все абсолютно СМИ, 18 апреля губернатор Никита Белых подписал соответствующий указ, разместили его на соответствующем сайте, сайте правительства области. Он подписал указ о подтверждении положения советников 16 апреля. Согласно распоряжению главы правительства, кандидат на пост советника должен быть гражданином Российской Федерации, пользующийся авторитетом в обществе, иметь высшее или среднее профессиональное образование, обладать высоким уровнем профессиональных знаний в соответствующей сфере деятельности. — Я не очень развернуто смотрела, что конкретно по, там, какой конкретно совет, или это отдельные будут советники, уже упомянутые бывшие Алексея Навальный, Андрей Вотинов и Роман Шипов. — Значит, каков их будет статус, насколько они должны быть авторитетными, и должны ли быть они, кстати говоря, из нашего региона, или они могут со всей России-матушки к нам съехаться? Но вы, как человек, имевший опыт работы в Совете экономическом прегубернаторе, что об этом думаете? Зачем снова губернатор созывает советников? — Даже не знаю, с какой стороны подступиться к вашему вопросу, потому что вроде как задан один вопрос, а я-то понимаю, что в этом вопросе очень много вопросов. То есть, первый вопрос, который я, например, наверное, любой человек задаёт, а нужны ли вообще эти советники? Если в общем, ну, хорошо, когда есть советники. И если кто-то считает, что ему нужно с кем-то посоветоваться, это же хорошо. То есть, он может, исходя из того, что большинство людей являются эгоцентричными, то, как правило, они, значит, с высоты своего положения, как правило, даже у себя под носом ничего не видят. Вот поэтому, конечно, советники нужны. Но мы знаем, что в психологии есть такое состояние человека и готовность его услышать. То есть, человеку можно говорить, и, наверное, мы в жизни с таким сталкивались, а он не слышит. Почему? Потому что он обращает, в первую очередь, внимание на тональность. Значит, он может обращать внимание, а кто это говорит, он может обращать внимание и думать над тем, а если вот он это прислушается, а как это, значит, там, повлияет на его, там, авторитет, вот как он думает, там, да? А не будет ли, если он прислушается к мнению советников, не ударит ли это по его авторитету, не будет это считаться признанием каких-то собственных ошибок? Хотя мы все понимаем, что все эти, только сильный человек может признавать свои ошибки, может быть открытым, не обращать внимания на эмоциональный фон, схватывать суть, ну и так далее, и так далее. Поэтому, ну, чисто с точки зрения того, что лицо, принимающее решение, будет иметь советников, это хорошо. Теперь вернемся на грешную землю и применим, значит, хорошо ли это на нашей земле, в Кировской области. Опять, если в общем посмотреть, ну, может быть, и хорошо, но уже вопрос возникает, может быть. Почему? Потому что, если мы посмотрим, какие есть сегодня консультативные органы при губернаторе, а их около полутора десятка. Почти, ну, пятнадцать штук около того, да? Да. То, собственно говоря, все эти органы являются уже коллективными советниками по тем или иным вопросам. Ну, давайте назовем их по спискам некоторые, например. Я специально посмотрел, да, просто мне было интересно, когда человек приглашает советника, а потом я могу сказать, как бы, разницу между советником персонально, там, ну, личностью, физическим лицом, и разницу между органом советником. Ну, вот у нас опять этот экономический совет, значит, при губернаторе, насколько... Где вы были, а вас там сейчас нет уже, да? Ну, я надеюсь, я, по крайней мере, я посмотрел в списке, меня уже нету, и слава богу, но меня не уведомили, что я, наконец-то, выбыл из состава экономического совета на основании своего заявления. Ну, без разницы, слава богу. Значит, экономический совет при губернаторе Кировской области. Насколько я понимаю, год последний, как бы он не собирался. Координационный совет по реализации приоритетных и национальных проектов и демократической политики, там, при губернаторе Кировской области. Здорово, по социальным вопросам. Общественно-политический совет при губернаторе Кировской области. Класс, все политические и общественные вопросы можно решать. Межведомственная комиссия по противодействию коррупции Кировской области. Совет молодых учёных-специалистов, пожалуйста, молодёжная политика, решайте. Двигайтесь. Межведомственный координационный совет по энергосбережению. Общественный совет по вопросам семьи, детства, материнства, ну и так далее. То есть, я не знаю, есть ли какая-то сфера деятельности правительства Кировской области и губернатора, которая этими советами не охвачена. Ну это хорошо, что они есть, эти общественные советы. Во-первых, хотя бы с той точки зрения, что они должны являться инструментами, где общественность в виде экспертов обсуждает важные вопросы, анализирует мнение граждан, я так понимаю, и доносит до губернатора. Да. Они ничего не анализируют мнение граждан. Возьмите, значит, ну, чтобы так проще понять было. То есть, это некий институт, то есть, это элементы системы. Ну давайте мы возьмём с вами, например, ну не ноутбук будем брать, а компьютер, как бы стационарный, на котором есть монитор, значит, к нему там принтер крепится и системный блок. Значит, пока они между собой не соединены, они не могут работать. Вы не можете пользоваться системным логом, не видя, что вы делаете на экране монитора. Правильно? Так. Правильно. Значит, наличие элементов в системе не говорит о том, что система работает. И то, о чём я вам говорю, то есть, когда я говорю, что вот такой-то совет не собирался, вот, например, конституционный совет губернатора Кировской области по содействию развития конкуренции в Кировской области, посмотрите, откройте и посмотрите на его состав. Посмотрите там, сколько людей, которые уже точно не являются и не находятся ни при тех должностях, ни на территории области, там и так далее. То есть, информация устарела? Состав устарел. Ну, как этот, значит, совет при губернаторе может работать? И самое интересное, во всех этих органах, практически во всех, в большинстве, абсолютно в большинстве, губернатор является председателем этого органа. Эти органы при губернаторе, в которых он является председателем. Правильно, я себе представляю так эту работу. Вот, смотрите, вы «Войну престолов» смотрели? Помните там совет, да, при короле? Там три человека. Один, который кует монету, другой, начальник над шептунами, мы знаем, чем занимается, да, и третий там кто-то уже, да. И вот этот малый совет, а есть еще большой, он собирается практически ежедневно для того, чтобы обсуждать насущные текущие дела. Возглавляет его, понятное дело, кто? Король, который выслушивает своих советников и принимает решения, и раздает поручения. А король ведь и организовывает работу этого совета? И ставит задачи? Ну, то есть, не захочет, не созовет, понятное дело. Король ведь и организовывает всю работу. Что и делает в «Войне престолов» новая мать-королева, которая разогнала весь совет. А теперь посмотрите. Потому что он ей не выгоден. Да, а в наших советах кто организовывает работу? Вы что, реально думаете, что эти полутора десятков советов, ну, 10 советов, допустим, которые возглавляет губернатор, он руководит этими советами и организовывает их работу? Мне кажется, что ему тяжело бы было вообще все 15 советов регулярно собирать, нет? Значит, это о чем говорит-то? Конечно, тяжело. По-человечески-то понятно, что и он не способен это сделать. Но, во-первых, давайте все-таки возвращаться к русскому языку, что не может быть губернатор председателем совета, который находится при губернаторе. Это первое. Второе. Значит, мы, очевидно, понимаем, что губернатор не может организовывать работу всех этих советов. Пусть он возглавляет антитеррористическую комиссию, антинаркотическую, или те, которые еще нужны для того, чтобы федеральным органам показать, что он важными вопросами лично сам занимается. Но есть масса других вопросов, которых можно председателями совета ставить, пусть заместителей, губернатором. Может быть, просто есть попытка ликвидировать все эти советы, и одно значит все-таки отдельных личностей советников. Вот это один момент. И второй момент. Все эти советы должны кем-то организовываться, и их работа координироваться. И человек, который будет организовывать, координировать, даже если он на должности заместителя-председателя, я знаю, что есть заместители-председателя правительства, которые не пользуются авторитетом на территории Кировской области. Значит, тот, кто организовывает работу этого совета, он должен быть авторитетом в этих вопросах для людей, которые вошли в этот совет. Это очень важный момент. Если он не является, если он не признается авторитетом, то какой бы ты ни создал совет, и как бы он ни крутился, этот совет работать, а эффективность работы этого совета определяется тем, насколько правильные советы дает он губернатору, и насколько является рекомендацией или этот совет преградой перед принятием необоснованных решений. — Посмотрите, какое сейчас совершенно другое положение насчет этих советников. Они, кроме того, что обязаны по поручению губернатора готовить аналитические информационные материалы, экспертные заключения, давать рекомендации по управленческим решениям, информировать о возможных последствиях тех или иных решений, изучать общественное мнение — это все в одном лице. Я так понимаю, раз и речь идет о советнике, а не о советах. Кроме того, советники, и это очень важно, наделяются полномочиями участия в разработке проектов, законов и иных правовых актов. Ну, то есть это такой уже статус, нет? — Что? — В советах было то же самое? — Ну, как в экономическом совете, например. Экономический совет, ну, мне как бы неудобно сравнивать, но, например, пришаклеение — это был один из авторитетнейших органов. То есть практически все законопроекты, касающиеся социально-экономического развития территории, проходили экспертизу здесь. И, соответственно, вот то, что вы перечислили, предполагает, что у этого советника должен быть очень серьезный аппарат. Он ведь должен еще изучить общественное мнение, дать там свои аналитические там и так далее. — Просчитать последствия. — Просчитать последствия. Это означает, что нормальный человек, он пойдет к тем, кто, например, к какой отрасли относится этот вопрос, пойдет с этими людьми со всеми разговаривать и просчитывать вместе с ними какие-то последствия будущих принимаемых решений. Правильно? Ну, а если он просто советник, а эти люди не входят в этот орган? Ни в каком виде. — Как Вы считаете, как это все сейчас будет работать? Если коротко. — Если говорить о советниках, я думаю, что... Я не очень понимаю, кого хочет губернатор видеть там, несмотря на то, что положение есть, да, или кто это положение составлял. Может, не губернатор как бы хочет видеть, а кто-то другой. Я не знаю. Но предполагаю, что сейчас, наверное, появится большое количество людей, которые захотят подыграть своим амбициям, то есть получить некий статус. Я очень много людей знаю, которые приходят в общественную работу, значит, ну, типа безвозмездную, как там. А есть целый ряд работ, которые невозможно сделать безвозмездно. Нужно платить другим людям, чтобы они тебе давали информацию, да. Амбициозных людей, которые просто придут за удостоверением советника-губернатора. — И все же, как Вы думаете, в этот раз в числе советников будут в основном люди приезжие из других регионов, или это уже будут наши люди местные сейчас? — Ну, в качестве общественных советников могут быть и приезжие, могут быть и наши. Это вообще не важно с точки зрения, что если дело не касается каких-то сугубо территориальных вопросов, а принятие управленческих решений, ну, можно ведь сам процесс принятия решения консультировать. Можно смотреть обоснованность, необоснованность этого решения. — А Вы готовы второй раз в ту же воду войти? Ну, немножко не то уже. — Это совсем не то уже, во-первых. Немножко провокативный такой, провокационный вопрос. — Конечно. — Вот. Мы с Вами неоднократно говорили, что губернатор — это лицо, которое управляет территорией. Если ему нужна какая-либо помощь, каждый, кто живет, он должен эту помощь оказывать. Другое дело, нужен ли мне этот статус? Нет, этот статус мне не нужен. У меня достаточно статусов, и если губернатора нужна, моя помощь, экспертная, там, еще какая-то, там, он знает наши возможности и наши компании, то я всегда готов, как бы, поучаствовать и помочь в решении тех или иных вопросов. — Понятно. Сейчас мы с Вами поговорим о науговых каникулах. Практически уже в некоторых регионах действует этот закон с момента его вступления с начала этого года. Другим регионам, вообще всем регионам дана возможность еще год его обсуждать и на региональном уровне вносить какие-то изменения. Давайте упомянем, что закон направлен на то, чтобы вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей регионы могут оставлять на ставке налоговой в 0%, давать возможность, так сказать, без налогов разрастаться и закрепиться на этой почве. И тут обсуждаются следующие подводные камни, которые находят различные эксперты. Начнется дробление бизнеса на новые мелкие компании, чтобы воспользоваться вот этой нулевой ставкой по налогам. Это первый подводный камень, который обозначает второе, выпадающий из бюджета доходы. В этом, вот всему этому противоречит необходимость вывести из тени микробизнес с тем, чтобы в будущем, понятно, получать с него налог. Вот на ваш прогноз, что произойдет в действительности, потому что насколько велики эти доходы, которые мы ожидаем от теневого бизнеса, или столько от нас скрывают. И пойдут ли действительно люди из тени для того, чтобы получать эту угодную ставку? Поверят ли? Ну, вообще хочу сказать, что вот это решение, это из ряда тоже переименований милиции в полицию, переезда там суда из Москвы, там Санкт-Петербург, там и так далее, и так далее. То есть, это бесполезное решение для развития бизнеса. Объясню свою позицию в следующем. Мы, ну, я не знаю, те, кто был в бизнесе, помнят, что когда был принят налоговый кодекс, упрощенная система налогообложения, то мы фиксировали увеличение количества предпринимателей, выходящих на свет из тени. И когда в 2010 году были приняты законы о повышении страховых взносов, мы увидели массовое движение в обратном порядке. Мы уже говорили, и это было подчеркнуто в свое время счетной палатой, что те результаты, на которые рассчитывали инициаторы повышения страховых взносов на малый бизнес, они своих целей не достигли. То есть, не увеличились сборы страховых взносов, дыры пенсионного фонда не были закрыты. Но самый большой негативный эффект, который мы получили, мы получили некую деморализацию предпринимателей, которые начали выходить в свет. Теперь многие из них, обратно уходя, сказали... Да чтоб я еще раз... Да чтоб я еще раз поверил вам, дураков на свете нет. Значит, если даже это страна дураков, то я один раз, значит, попадаю. То есть, я считаю, что вот это вот освобождение, оно... Ну, кто-то будет пользоваться, там, посмотрит, насколько это ему выгодно. Может быть, это как раз человек, который страховых взносов не платит. То есть, может быть, это вот просто индивидуальный предприниматель без наемных работников, да? А может быть, он будет скрывать, что у него есть наемные работники. То есть, ну, разными способами. Способов и приемов здесь может быть много. То есть, я считаю, что если мы хотим, и для нас важно, а для нас, я уверен и убежден, что действительно важно, чтобы люди работали в правовом поле. Потому что чем больше людей работает, и чем больше люди работают в правовом поле, тем больше они защищены законом. А когда они вне правового поля, то они беззащитны перед любыми контролирующими органами. А в том числе, иногда даже перед своими работниками. Но еще хуже, что они внутри своей головы понимают. Каждый человек, не осуществляющий деятельность тени и не уплачивающий налоги, он внутри себя понимает, что он находится вне закона. Понимаете? Хуже всего вот это вот внутренний раздрай, если это можно так называть. Это тяжелая ситуация, и я считаю, что для того, чтобы вернуть не то, что идиллическую картину, а вот тот позитивный тренд, прежде всего нужно признать свою ошибку, причем публично, что повышение страховых взносов это было ошибкой, и пусть это признает тот, кто это сделал. Вы знаете, что это не случится. Но вы уже спросили, я говорю, как я думаю. И второе, вернуть все на тот уровень, пусть даже на 2%, повыше на 3%, но именно на тот уровень. Потому что именно эта ситуация позволяла людям выходить в легальное поле. Что касается конкретно вот этих налоговых каникул, будут они панацеи или нет? Не будут. Я считаю, это бесполезная, в широком смысле бесполезная инициатива, имитирующая деятельность органов государственной власти. Это особое мнение директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Азиза Агаева. Мы прервемся на короткую рекламу, через 2 минуты вернемся. И это особое мнение директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Азиза Агаева. Меня зовут Светлана Зако. Мы продолжаем. Большое интервью в газете «Бизнес-новости» в Кирове, в свежем номере с Алексеем Александровичем Вершининым. Наши слушатели его прекрасно знают. Алексей Александрович, как один из немногих говорящих, в общем-то, чиновников, умеющих говорить, чиновников, очень часто, пусть не обижаются те, кто к нам в эфир не приходил, мы и сами-то иногда не блещем речью. Давайте с этой точки зрения оценим. Алексей Александрович говорит «Умерит», дал большое интервью «Бизнес-новостям» в Кирове. Некоторые вопросы были разобраны. Мы знаем направление его деятельности. Сейчас слушатели многократно говорили. Кому интересно, перечитайте это интервью. Я хотела бы по следам интервью с Вершининым, заместителем председателя правительства, поговорить с Азизом Агаевым. Там много пунктов. В частности, сейчас на Алексея Александровича водрузили также проектную работу по въездному туризму в Кировской области. Эта тема обсуждается всеми сейчас. И регионы на перегонки предлагают, что у них посмотреть. А вот у нас такой продукт, а вот у нас такой продукт. Алексей Александрович тоже за это взял Сырьяна, что неплохо рассказывать про эти продукты. Но какие у нас перспективы? Давайте посмотрим по частям, которые считаются привлекательными в нашем городе. В частности, например, Дымка. Мы в свое время, я цитирую Алексея Александровича, мы в свое время поддержали проект Алексея Обжерина «Раскрасим город в Дымку». Алексей Обжерин – это человек, который возглавляет клуб паркетологов города. Оформили дом на Комсомольской, входную группу в парке Кирова и здание Игрограда. Получили массу положительных отзывов, и Дымковский дом стал изюминкой города. Стал изюминкой города, утверждается. В этом году Владимир Васильевич Быков, вот это была для меня новость, пообещал, что в рамках реконструкции привокзальной площади в Дымку раскрасят весь ряд домов по Комсомольской. То есть был пилотный проект, сделан был вывод, что жители в восторге, и теперь вся входная группа, теперь назовем, да, на привокзальной площади будет иметь такой же вид. А как вы считаете, будет ли являться это действительно изюминкой нашего города, и все, кто будет в него въезжать или проезжать мимо, в восхищении, не отрывая взор, будут смотреть на эти здания? Из окон поезда? Из окон поезда, автомобиля, выйдя на привокзальную площадь, узнав из интернета, что у нас так замечательно выглядит. Ну, я думаю, что нет, это не может являться изюминкой. То есть это, скорее всего, оформление пространства, ну, жизненной среды жителей, то есть, ну, никак не, это не может быть изюминкой для туристов, что мы раскрасили там в какие-то цвета свои дома. Ну, и что в других местах тоже раскрашивают, при этом не для туристов это делают, а для жителей города. Вот, поэтому я не думаю, что это является изюминкой и вообще будет изюминкой. А что касается там, что жителям понравилось, что-то я, как бы, такой статистики-то или опроса не знаю. Может быть, кто-то опрашивал жителей. Самому вам как нравится входная группа, особенно вот в парке имени Кирова? Я, честно говоря, виноват, но вообще нет, я проезжал мимо, но не видел ни разу. Обратите внимание в следующий раз. Да, обязательно проеду, вот специально поеду, обращу внимание. Ну, не знаю. Ну, вот, вот, тем не менее, в какое-то ближайшее время город раскрасит всю привоказальную площадь в дымку. Это, конечно, для меня было потрясением. Не знаю, как для вас. Может быть, действительно кому-то окажется, что это великолепно. Знаете, какая хорошая вещь была сказана в интервью, другая, которая заинтересовала меня больше. Были, и это правда, разработаны хорошие маршруты. Мы теперь знаем с вами, там, пешком повятки, хорошие пешеходные маршруты по городу Кирову. И эти старинные здания, которые включены в маршруты, часть из них, в количестве 57, понятно, вызывают горесть и боль у очень многих. Я думаю, что у каждого кировчани, потому что хочется их видеть в подобающем виде. Денег нет. Вот, Вершинин говорит, что будем искать, не знаем пока как, но нам нужно это делать. Уже это, наверное, хорошо. Как вы считаете? Вообще, насколько это перспективно? Смогут ли найти деньги тогда где? Вы, как экономист, скажите. Что с точки зрения перспективы, скажу, что перспективно. Потому что те люди, которые приезжают ко мне в гости из Европы, с Баку, еще с других мест, им действительно нравятся эти наши объекты, когда мы пешком. Я всегда своих гостей увожу погулять пешком. Показываю им разные наши достопримечательности. То есть по центру ведь можно бесконечно как бы гулять и показывать. Они фотографируют, им очень нравятся отдельные там здания и сооружения. Поэтому считаю, что это как раз с точки зрения гостей, это действительно может быть перспективно. С точки зрения денег, каждый раз, когда говорят, что финансово это трудно, у меня всегда возникает первый вопрос. Назовите цену вопроса по каждому зданию. Потому что пока ты не назвал цену вопроса, ты реально не можешь говорить, можно поднять эту сумму или нет. Поэтому считаю, что когда вот... Прошу прощения. Да, Азиз Алиевич, к сожалению, как очень многие сейчас болеет, слава богу, пришел к нам в гости. Да, поэтому когда некоторые люди говорят, что это может быть неподъемно финансово, я думаю, что не называя сумму, они сами себе оставляют дорогу как бы отходную. Давайте называйте сумму, а потом вместе будем искать в бюджете эти суммы. Но они вместе-то не умеют искать, они обычно сами решают, пойдет туда или не пойдет. Я считаю, что эти суммы, которые нужно потратить на восстановление вот этих достопримечательностей города, в бюджете города найти можно. Это не означает, что в один год. Азиз Алисович, а почему в бюджете-то ищем? Ну вот лучше меня знаете, как человек, который постоянно посещает европейские прекрасные города, что там тоже бюджеты не резиновые, и что там исторические памятники и дома давным-давно отданы в бессрочную аренду с тем, чтобы покупатель привел его в порядок. Ну, мы с вами понимаем, что, во-первых, не все дома можно отдать в аренду. Вы же не отгадите, там монастырь, там условно говоря. А если намного пробуют, что ли, на монастыре особо, извините, не кашляет. У него там нормально все с финансовой поддержкой. Ну, я согласен. Давайте смотреть в каждом случае как бы конкретный вариант. То есть это тоже один из вариантов финансирования восстановления. Ну, давайте посмотрим, что мы хотим передать и кому, и удастся ли это передать вообще. А вы, может быть, в курсе, я почему-то спрашиваю. Наши-то бизнесмены и ваши гости, которые приезжают, и кировские бизнесмены. Им самим интересно было бы поучаствовать в этом процессе, беря эти здания в аренду, восстанавливая их. Я знаю, что, например, Глобус несколько зданий так сделал. И, кстати, было страшно, когда он там сносил всю начинку, и казалось, ай-яй-яй, какой ужас. А хорошо, смотрите, смотрятся эти там, я просто не знаю кого-то другого, а эти просто в центре самым стоят. Почему нет? Почему вот это все не передать? Ну, я считаю, что можно рассматривать. В открытом, в каком-то так, чтобы все... И может, да, и может это быть, как бы... Вы абсолютно правы. То есть этот путь реальный, и он может рассматриваться. Другое дело, что нам кто-то может сказать, что вот, вы только там разговаривайте, но давайте, если мы не сделаем шага, мы не поймем, реально это или нет. Это как то же самое, как назвать сумму. То есть прикинули, во что это может вылиться, и потом давайте посмотрим. Нет денег, давайте действительно отдадим в аренду. Скажем, просто восстанавливайте это вам на 5-49 лет, условно говоря. Делайте. На состоится... При определенных условиях. Да, 4 минуты до окончания программы. Спасибо. У нас есть два вопроса, вам на выбор. Первый вопрос, они оба, мне кажется, достаточно важными. Первый вопрос, это по следам блога Михаила Курашина, который говорит об аукционах и говорит о том, что хорошо бы создать, обеспечить бюджетную сферу, квалифицированной юридической помощью. То есть не просто департаменты, юристы департаментов, учреждения серьезные, юридические компании, которые работают в условиях разных проектов или на аутсорсинге, чтобы не было нарушений при проведении аукционов, чтобы избавиться от фирм, которые не исполняют свои обязательства. А второй вопрос, что будет с долларом? 30 апреля Центробанк снова меняет ставку, и людям обещают второй виток девальвации рубля. Ничего не будет с долларом, не думаю, что будет второй виток девальвации, никаких, еще раз говорю, оснований для того, чтобы доллар вырос, если только сами органы власти не совершат конкретно какие-то действия с целью, не знаю, спекулировать, увеличить количество своего богатства личного или что-то такое. То есть ничего такого с долларом произойти больше не может. Так, все понятно. А вот, ну я думаю, что в этих условиях они вряд ли пойдут еще на какие-то спекуляции, хотя, не знаю, вот, но не вижу никаких оснований для роста курса доллара. Вообще никаких оснований. То есть вообще в перспективе, объективно, нету никаких оснований. То есть то, что сейчас происходит, я думаю, что это опять спекулятивная как бы работа, ну с учетом еще некоторых там потребностей экономических, то есть когда некоторые аналитики банков считают, что вот то, что сейчас Центробанк сделал, нужно срочно купить какое-то количество там валют. Население сейчас, насколько я знаю, валюту сдает. Соответственно, это игра вот таких игроков институциональных, скажем так. Поэтому ничего не будет. И с другой стороны, это интересно только процентов 10, значит, нашего населения. 90% этих ситуаций не интересны. А теперь, что касается предложений Курашина, думаю, что можно согласиться с ним, если вот так узко рассматривать, но я хотел бы сначала проблему широко рассмотреть. Тогда у нас на это всего две минуты. Вот, и широко, просто сейчас не будем, я думаю, что, потому что рассмотреть широко этот вопрос, его можно рассмотреть, но сначала надо понять, какие препятствия существуют. Саму систему акционов, обсудите. Саму систему акционов, саму квалификацию юристов, потому что я знаю, что в органах власти очень часто работают квалифицированные люди, только и перед ними ставят не те задачи. Вот. Ну что, мы тогда отнесем это обсуждение на следующую нашу встречу. Я благодарю вас, что вы к нам пришли и выразили свое особое мнение. Это было особое мнение директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Зиза Агаева. Всем большое спасибо, да, до свидания. До свидания.